Сегодня мы совершим путешествие по столичным адресам, связанным с жизнью и творчеством Сергея Сергеевича Прокофьева. Скульптор Андрей Ковальчук воплотил в скульптуре энергию композитора, с которой он из Большого театра с партитурой в руки словно поворачивается в сторону дома. Композитор создал 9 сонат, 9 концертов, 8 балетов и 8 опер, 7 симфоний, всего более 130 музыкальных произведений, которые охватывают все музыкальные жанры того времени. Прокофьев был заядлым шахматистом. Однажды он даже обыграл чемпиона мира Хосе Рауле Капабланку. В ноябре 1937 года вся Москва следила за матчем Ойстрах Прокофьев. Ойстрах говорил, что за партиями следовали бессонные ночи. Каждый волновался так, как будто дело шло о завоевании первенства мира. Условия состязания были необычными. Проигравший должен будет выступить с концертом в Центральном зале работников искусств. В итоге победил Ойстрах. Но концерт так и не дал, поскольку уехал на гастроли. Еще в 1935 году Прокофьев вместе с женой и двумя сыновьями побывал на спектаклях Центрального детского театра и заинтересовался им, пересмотрев почти весь репертуар. «Если бы я был не композитором, я, вероятно, был бы писателем или поэтом», – писал в своем дневнике Прокофьев. Он – автор нескольких рассказов. Текст одного из самых знаменитых сочинений симфонической сказки «Петя и Волк» тоже был написан самим композитором. Прокофьев был лично знаком с Диснеем. Он к нему приезжал в Голливуд, и там они подписали контракт на экранизацию этой сказки. Именно Уланова воплотила самый знаменитый образ Джульетты на балетной сцене, а также исполнила главные партии в балетах Прокофьева «Золушка» и «Каменный цветок». Его Джульетта – моя любимая героиня. Средоточие того света, гуманизма, духовной чистоты и возвышенности, которые пленяют едва ли не в каждом произведении Прокофьева. Сегодня мы с вами совершили прогулку по московским адресам Сергея Прокофьева и прикоснулись к самым ярким эпизодам из жизни этого великого композитора. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок